Всем привет, ребят, с вами Ани Рейль, и мне очень захотелось поделиться некоторыми реплеями из моего субботнего Апекса. Дошли вот руки всё скомпилировать. Я играла не на стрим, возможно, благодаря этому я добилась стекид голда 1. После голда 1 я сразу остановилась, решила сделать перерыв, потому что это было прям очень потно, прям выжимало меня, душу выворачивало. Последняя битва была самой вообще эпической. Я её вам покажу, конечно же, последней, потому что она самая классная. Та самая, в которой я получила голда 1. И для начала давайте начнём с чего-нибудь весёленького, там где я проиграла. Это вообще была одна из самых, наверное, эпических битв. Потому что мне в какой-то момент казалось, что я вот 100% выиграла. Просто без вариантов я выиграла, здесь нет никаких сомнений. А потом оппонент такой, типа, неа, подруга, что-то не выиграла. Ну, здесь пока идёт стандартный банпик. Мне первым баном забанили Зериду, почему-то, вместо танка. Ну, видимо, ему было всё равно, какого танка мне оставить. Вот, здесь хочу обратить внимание, что оппонент берёт вторым пиком. Не просто так, а вторым пиком он берёт Юлю. У меня стандартная реакция на Юлю. Я взяла Луну, потому что Луна, во-первых, у неё магическая аура. Во-вторых, Юля ей ничего не может сделать, а она вовсе наоборот. Но, как мы выясним позже, как же жестоко я ошибалась. Я тут продолжаю банить тех, кого я думала, что я боюсь сильнее. Но, вообще, второй пик Юли – это уникальная ситуация. У меня такого не было до этого, наверное, никогда. Меня оставляют самого неудобного хила для защитной игры. И, почему-то, оставляют мне Луану, что я обожаю, когда мне так делают. Но, в этот раз она меня не выручила. Итак, стоит на секундочку остановиться и восхищаться Юлькой нашего оппонента. Во-первых, она в этом отвратительном скине. Вот, здесь остальной сетап абсолютно стандартный. Я вам потом покажу, сколько интеллекта у моей дидлит. Спойлер – где-то 1300. Собственно, у меня подбирается такая приличная АОЕ Зондеркоманда. Я даже специально взяла моей Лане. Блэкхолл. Вместо трехпойнтового скилла, потому что трехпойнтовый скилл, мне показалось, здесь будет совсем не нужен. У него нету ни Собакина, ни кого-нибудь другого, кто бы мог помешать мне его зауешить. Как выяснилось, главное, что помешает мне зауешить всех – это Гуспелы. Первую агрессию тут проявлю, насколько я помню, именно я. Я тут, кстати, красивенько поставил Ландиуса на кустике, чтобы он был прям такой весь из себя бронированный. И по этому поводу мой оппонент меня категорически боялся. Потом я решила пушить, и ради этого Айрис я подкинула танк чуть поближе. У меня же танк пуш в основном коробка, у меня не агро. Это первый врыв. Зацените, на самом деле, какие большие страшные красные циферки. Практически моментально оно выхиливается. Как мне тогда сказал Люмас, возможно, стоило сначала сыграть Трицешку. И только потом поливать всех магическим дебафом. Потому что Трицешку посложнее сдиспелить. Да, надо было это сделать, конечно, в обратном порядке. И еще проблема была в том, что, да, на двух персонажей с пяти не накладывались дебафы вообще за счет Госпела. Дальше я, собственно, продолжаю врываться с АУЕшками. Где-то на этом моменте, я думаю, что из такого он уже больше не вылезет. Хотя вот то, что там Дидлит не умерла здесь, это было прям дико обидно. Я была уверена, что она умрет. Вот, а потом начинается жесточайший кампэк. Откуда вообще не ждали. Я все еще продолжаю считать, что я полностью доминирую. К слову, кстати. У оппонента на этот момент остается где-то 7 секунд на таймере. Но Юля выпиливает мне одну жизнь у Ландиуса, сама полностью отхиливается и начинает творить дичь. Вот этот мув был, я понимаю, наверное, странно выглядящим, но так как Юля все равно отрубила гвард, никакого смысла держаться за Ландиуса особо не было. Потом Юля точно так же подбегает, насилует Нилану. И мое преимущество, мягко говоря, кончается. Она еще выхиливает всех и диспелит мою Рейчел. Потом мне усыпляют Луну. И вот так вот практически проигранная игра, вчистую, становится проигранной уже с моей стороны. Вот это прям было мощно. Еще в целом, что мне надо было сделать точно? Сначала сыграть 3C-шку Рейчел. Я все еще не считаю, несмотря на то, что там говорил кое-кто, что мне надо было банить... что мне надо было брать Нилуну против Юля. Я считаю, что Луна... Это отличный контракт Юльки. Вот. Ну и дальше, собственно, начинается изнасилование меня, потому что у меня не осталось танков, у меня не осталось ДПС практически. А у него остался хилер. Второй хилер. И крутые ДПС. Вот и все. Меня просто последовательно... разобрали. Еще и обдиспейлили, еще и засайленсили, и вообще просто... унизили во все стороны. Вот такой был первый реплей. Теперь давайте про что-нибудь веселенькое. Ну, вот, например, вот этот реплей, где я тоже проиграла. Тут прям была очень интересная игра. Это же та коробка? Да, это та коробка. Это коробка с Оливером. Более того, я поиграла с этим Оливером, поэтому не могу не поделиться с вами. Меня вот такие коробки всегда слегка ставят в тупик, потому что я не очень понимаю, кого здесь банить. Я изначально забанила Ландиуса, потому что меня не устраивало то, что у него есть МК, Сигма, этот, по-моему, чувак тоже... Да, он тоже из фракции Елис, естественно, да. Поэтому я решила, что основа коробки находится именно в... Елисе. Ну, он выбрал, соответственно, Дога. После Дога я забанила ему Зереду и второго фракционного бафера для собаки на Дихард. Он тут же берет Хиея. Ну, Хиея, это не самое страшное. Мне тут, кстати, параллельно успевают отдать Луну, Кварет. Я вот здесь баню Дидлит, чтобы она не выдавала лишних госпелов, а Луну, чтобы она не давала лишний плюс мобильности для Хиея. Ну, и практически всегда из хилеров я беру именно Лиану над Айрис, хотя мне уже много кто сказал, что я не права и не стоит так делать. Потом он неожиданно берет Сигму. И после Сигмы он берет, собственно, Оливера. А дальше случается очень смешная история про размены. А еще у него на Сигме прокает просто все, что только может прокать. Каждый раз, когда Сигма ходит, просто баф-баф-баф-баф-баф-баф-баф. Мне тут, да, предлагают Хиея на первом же раунде. Собакин, спасибо ему большое, выхиливает, но выхиливает не до фула. И колоритку, конечно же, носит. Да. За это Хией, конечно же, погибает сам. Размен один в один. Причем я его бью трецешкой, заметьте, в дистанции 3, чтобы не рисковать. обождаю с помощью Винспайрова раздавать корону. Сигма пытается убить мне Лиану, но ничего не получается. потому что ее гвардит, конечно же. Этим он снимает гвард Собакину, но Лиану это, конечно же, тут же диспелит. Вот. А после этого случается абсолютно неприятный размен для меня. мне убивают Лиану. За что он, конечно, тут же теряет этого мерзкого Оливера, но Лиану-то уже не вернуть. Я остаюсь, по сути, с фаером против лучника. Причем с фаером, у которого совершенно бешеный радиус. из-за чего мне приходится ползком-ползком к нему подвигаться, потому что я отойти не на шаг вообще не могу от Джаглера, иначе Луну тоже снесет. Нет, он, конечно, не лучник, грубо говоря, но стреляет он далеко. И обилки у него действуют как раз против фаеров. Так что, по сути, лучник. тут я объясню, что я делаю. Я жду, пока у Луны прокрутится ее вид спайрал трехочковый. Потому что я тоже понимаю, что Сигма из-под танка не вылезет. Поэтому мне придется убивать чужого Джаглера. Хочу я этого или нет. не вылезет. Дальше случается неприятность Потому что его джаглер Это моя ошибка Я впрыгиваю джаглером До того, как его джаглер походил Даю ему возможность впрыгнуть куда интереснее Чем это сделала я То есть, по сути, сейчас мой джаглер Не гвардит никого А его джаглер гвардит всех Я очень сильно ошибаюсь на этом Моменте И как бы все, приехали Сейчас я потеряю из-за этого Лиану Конечно же Вообще, возможность так быстро Циклить фракционный баф Это круто После этого, конечно же, он теряет Сигму Но Мне без хила это вытащить становится кулу Да, как сложнее Да, здесь я пытаюсь вломиться ему луной У меня ничего не получается Он остается с джаглером и хилом И остается с джаглером без хила Привет, приехали И я еще в этот момент не убиваю Айрис Потому что ей прок, и полдрейнджеры ГГ Тут досмотрит на самом деле уже нечего Вот такая вот грустная партия Так Еще у меня было записано, что там есть какой-то мистер бо Давайте посмотрим уже, как я его обыграла Так, вот это одна из коробок, в которой тоже глаза разбегаются Хочется забанить сразу всех Все страшные Ну, конечно, когда я даю собакину Я тут же баню Зереду И кого-то, кого я боюсь Мне оппонент пока что абсолютно спокойно дает Елис коробку И Тиарис к ней в хилы Я, честно говоря, не очень понимаю глубинный смысл МК без фракционного бафа Но, когда у тебя есть вайлер, у МК будет плюс атака Обычно этого хватает Мне еще и гидлит оставили Я, заметьте, кстати говоря Обратите внимание Я здесь баню луну Потому что у меня все дамагеры магические, по сути И мне нафиг не надо, чтобы снижалась моя атака На целых 20% Вообще не очень понимаю тех людей Которые говорят, что им не нужна луна в боксе Потому что луна делает столько много разных вещей Кроме того, что она может дамажить И как-то раз мне даже убило джаглера Обнули его Она дает плюс один мобильности Это очень круто И у меня достаточно много пеших персонажей Включая там хилов, включая дидлит Включая лану Я знаю, что никто не играет ланой Я играю, так что Вот Она дает фракционный баф Она дает дважды корону Да, она просто лучшая Вот здесь, на этом моменте Бозель пытается мне испортить жизнь После чего дотоптать меня МКшкой Заметьте, кстати, да У меня на Тиарис слеза богиня А, меня сначала еще пытаются затоптать совсем С помощью Леона Убивают одну жизнь Ланда, к сожалению Но это также дает мне возможность Во-первых, он меня так далеко откинул Что меня уже сложно достаточно добить Во-вторых, это дает просто возможность Задаром убить этого Леона И сделать ауру Травы для всех То есть у меня Отхилилась на фул Сейчас Дидлит Этим скиллом И она дала возможность Всем тем, кто заканчивает ход Тоже отхилиться на 30% Девочка делает мне больно Но больно мне все еще Недостаточно Там явно был готов Бозель сделать мне Какие-нибудь мерзости Именно поэтому Я и Его усыпила Мастер оф айс По сути не делает Ничего вообще страшного И он потратил все свои Возможные ауешки У МК больше нет ауешки Бозель спит У Собакина Больше нет ауешки Поэтому я отхиливаю Именно танка Потому что танку Сейчас придется принимать На себя МК Ну или Собакина Что По сути то же самое К величайшему Моему сожалению Этого недостаточно Но Зато я тыкаю Собаку пальцем Что может быть приятнее Чем тыкнуть Собаку пальцем От этого неожиданно Тут же подыхает Вайлер Скорее всего Из-за того Что это тыканье пальцем У него на этот момент Было У героя У самого 1% хп У него полностью У него полностью Были живые войска Но Ауешка От Собакина Из-за тычка пальца Она бьет Поровно Распределено Между героями И войсками Так что по сути Войска Подыхают За даром МК К сожалению Насилует Мою Дедлет Но с этим Я вообще Ничего не могла Поделать Поэтому я продолжаю Дальше Прессовать Бедную собаку И у меня Все еще остается На тот момент Тиарис Уже не остается Вот А дальше Что самое смешное Они все Хором Не могут Убить мне Листел После чего Листел Врывается Танцует Ну а дальше Происходит Изнасилование Конечно Эх Грустно Грустно Так Дальше Давайте Мы перейдем Вот к этому Интересному Реплею О да Я помню Этот реплей Этот реплей Где меня Изнасиловали Шестизвездочным Оресом Я не так часто Баню Ореса Первым Первым баном Вообще Не так часто Баню Ореса Если меня Оставляют Джаглера Я так считаю Что типа Если мне Джаглера Не забанили То Ореса Скорее всего Брать рано Не будут Поэтому я Забанила ему Во-первых Кварет Во-вторых Я думала Ему сейчас Придется выбирать Из двух хилеров И он Ореса Не возьмет Однако Он такой Говорит Типа Давай Бань мне Двух хилеров Мне плевать После чего Я засала И забанила Ему Рэйчел И Дидлит Вместо хилеров А он Мне все-таки Ореса Хилера Ему конечно Тут же брать Пришлось Он взял Агрессивную Айрис Ну и по сути Там вся атака Была На Оресе И еще При этом Я умудрилась Оставить ему Хиея Хиея Он тоже Сейчас возьмет У меня Из убойной силы По сути Остались Только Рэйчел И Лана А он взял Два хила Ореса И хиея Короче Орес Там вообще Дико Страшный Первый Наверное Увиденный Мною В апексе Шестизвездочный Орес Я не знаю Может вы Их видите Каждый день Но это Между прочим Шестизвездочный Орес 1400 Атаки Без бафа Кто-то мне говорил Что это мало По-моему Лосяш Но блин Это дохрена На самом деле Мы конечно же Все бежим Срочно Обниматься С собакой Потому что Орес грядет Орес Будет врываться И надо Всем стоять Рядом с псом Иначе Жопа-жопа Вот Мне радостно Телепортируют Орес Мало того Что там Сам Орес Шесть звезд Так еще И плюс Двадцать процентов На три Хода От Айрес Короче Супер злой Мальчик Смотреть Что будет Дальше Я вообще На этом месте Я где-то Зажмурилась И собралась Уже ливать Из игры Потому что Думала Что он Меня разнесет Но Славься Собакин Просто Собакин Лучший Благодаря Огромному Пассивному Отхилу Он мне не убил Никого Что забавно Косой Отлана Я тоже Ему не убила Ареса Видимо Благодаря Бафу От Айрес Тоже Тому же Самому Дальше Врывается Хией И Хией Убивает Мне По-моему Лиану Он мне Убил Да Да С этим Я как бы Ничего Не могу Поделать Слава богу Что он Убил Мне Именно Лиану А не Кого-то Другого Из ДПСов Потому что Рейчел Шикарный Хил И Дамагер И Хил Она Просто так Оуешкой Задаром Убивает Ареса Практически Высекает Хиея И Прохиливает Всю команду На фул Жаль Только Не себя Вот Себя Она Не Хилит Для этого Ей Нужен Holy Word Собственно Что происходит Дальше Ландиус Встал И он Гвардит Так что Напрямую Я Хиея Пробить Не могу Но У нас же Есть Собака Прыжок Поэтому А ну Или так Да Или собака Кусь Выходит Собака Кусает За жопу И У Нашего Героя Остается По сути Один танк И два хилера С другой стороны У меня Хилеров Конечно Нет Но Но Я Отрубила Ноги Его Ландиусу То есть Он никого Гвардить Не может Он Отчаянно Пытается Сделать С этим Хоть что Нибудь Но Конечно У него Ничего Не выходит На этом Моменте Он Ливает Или Вот Плюс Минус Сейчас Да Вот Так Вот Рэйчел Моя Всех Насилует Мне безумно Нравится То что Рэйчел Одновременно И хилит И дамажит У нас Суперская Вот А сейчас Будет Самая Странная Партия Вообще За все Время Это Кстати Очень Топовый Чувак Я посмотрела Потом Его Карточку В Втором Сезоне Да Прошел Третий Во втором Сезоне Топ 32 В третьем Сезоне Топ 256 Сейчас Он тоже Вышел После того Как я его Побила Уже В следующий День Он вышел В голод Один Тоже Как я Так Что у нас тут Происходит Во первых Я хейчу Вайлера И пытаюсь Заставить Увзять Хилера И сама Я беру Листел Хотя возможно Это не стоило Так делать Листел Слишком Легко Контриться Причем Чем выше Ранг Тем Вероятнее То что Все оппоненты Тут тупо Иммунно К Листел Он берет МК Что намекает Мне Что МК У него Очень Злая И устроит Мне Бобошеньки Одновременно С этим Мне банят Хилера Поэтому Я тут же Беру Тиарис Для того Чтобы мой Собакин Хоть немножко Пожил На этом Свете Мне тут же Банят Кварет А у него Опять Айрис Я почему-то Постоянно Отдаю Своим Оппонентам Возможность Взять Айрис Вот Я опять Беру Рэйчел То есть У меня Уже Два Хила И плюс Собакин Такой Достаточно Крепенький Состав И он Берет Сони Сони Это Сони Это будет Весело Но я бою Тех Кого я боюсь Я боюсь Юски Хиея А Леоха Он Но Леоха Я не боялась Потому что У меня Собакин Это Ешка Мне практически Ничего не сделает И Леоха Он в итоге Не взял ОМК В ее мерзкой ОЕшке Есть забавная Набилочка Сейчас я пытаюсь Понять Откуда Это взялось Да Вот отсюда Есть шанс Наложить дебаф На врага Который нельзя Диспелить на один ход Там Насколько я помню Стронг дебаф То есть сильный дебаф Таких дебафов Немного Но они Достаточно разные К чему я это все говорю Сейчас увидите Что Это не какой-то Конкретный дебаф Это именно Рандомный Сильный дебаф Соответственно Я поджимаю Все что только могу И готовлюсь Что в меня сейчас Въедет МК Миракл Оттуда Собственно МК Въезжает В собаку Собака Выживает Но Сильный дебаф Оказывается Станом Неснимаемым Станом На один ход То есть По сути Я перед Моим врагом Сейчас остаюсь Полностью голая У него Соня С Хевенсгарда С кучей Атаки Полный Адовый Триндец Я с этим Сделать Ничего не могу Он еще Сильнее Увеличивает Себе Атаку Две Стринджа Лана Лана Ей В принципе Не могла Ничего Сделать Она Влетела И убилась Об Лану Потому что Проблема С анимацией Потому что При атаке Сони Саренджа Соня Атакует Раньше Чем ее Войска Вот такая Вот такая Херня Извините Мой Французский Я пытаюсь Помешать Ему Хилиться Я знаю Что Листел У меня Довольно Таки Живучая Но на этом Моменте На самом деле Она уже Где-то Должна Умереть Потому что Я ничего Не могу С этим Сделать Это была Такая Бесплатная Отдача Скорее Всего Это делать Было Не нужно Но я Сильно Боялась Что Мне начнут Вырезать Оставшуюся Часть Группы А я Ничего Не могу С этим Сделать Потому что Джаглер Зараза Встанет Дальше Он начинает Меня Сосковать Хотя У меня На тот Момент Был Лоу ХП У Джаглера По логике Он должен Был Мне его Снять С Атакем Я не знаю Почему Он этого Не сделал Может Посчитал Что Не может Снять А я На глазок Не права Может Быть Так Собственно У меня Становится Простая Задача По очереди Снятие Мул Танков Начиная Собственно С джаглера Как Снять Джаглера Подходишь И бьешь Ланфорда Он Продолжает Меня Пробить Пытаться Ауешкой Но Собакин Спасает От этой Фигни Причем 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 У него Откатывается Все То есть На следующем Ходу Он опять Прибежит Ко мне С Ауешкой Это было Кстати Очень Больно Я в это время Подготавливаю Лану К тому Чтобы она Ударила Радиуса Ей Хватает Как раз Достаточно Как раз Самое То Я хотела Ударить Радиуса Три Трех Очком Скил Просто Чтобы иметь Возможность Абсолютно Задаром Бесплатно Забрать Одну ХП Шку Ландиус Это единственное Преимущество Трехочкового Ее скилла Что она Может спилить Безответно Ландиуса Влетает Меня Собакен Но Влетает Он Почему-то Куда-то Не туда Так как Он Сейчас Влетел Он Мне Гвард Не блокирует Он Не мешает Собаке Гвардить Я Следственно Предвкушаю Что в меня Сейчас Влетает МК Он Не Влетает Вот На этом Моменте Я пытаюсь Убить Собаку Но Но Не Получается В любом Случше Хил Уже Походил Он Мне Ничего Не Сделает Если Я хочу Убить Собаку Я Соответственно Бью Ландиуса Собака Его Гвардят Все Все Счастливо Тут Влетает МК Опять Со своей ОЕшкой Опять Не делает Мне Ну Делает На самом деле Мне больно Но Немножко Пофигу Это кстати Было Очень больно И обидно Прям Прям Самые Тут очки И За это Я Наконец Так Я Добиваю Джаглера А вот В следующем Раунде Будет Очень Тупая Ошибка С его Стороны Не будь Которой Мы здесь Очень Долго Мучили Друг Друга По сути У меня Было Преимущество Потому что Он Меня МК Не убивает А я Лана И его Ландиуса Все таки Убиваю Стоит Мне убить Ландиуса Я начинаю Разбирать Всех Эстерных Юнитов Но Он делает Глупую Ошибку Не здесь Кстати Да Это было Очень страшно И это было Из-за того Что У Джаглера Не было Трице И он Не огвардал От магических Атак Слава богу Благ Слава богу Болт рейнджер У меня прокают Сто процентов Потому что Они Финального Десятого Уровня Слава богу Это было Достаточно Вот И вот здесь Он делает Критическую Ошибку Благодаря Которой Я Собственно Выигрываю Эту партию В легкую Он Все еще На этом Моменте Гвардит МК Но Кто же Оставляет Такие Зазоры Ну серьезно Моя собака Просто заходит Откусывает Все ноги И МК Больше Нет Дальше Я могу Делать С ним Все Что Угодно Дальше Можно Телепортировать Дланда Куда Угодно Это Все Абсолютно Не Важно О Я его Еще И Застанела На кучу Когда Прок Это Старо Это Всегда Так Приятно Здесь Я Гварджу Специально Чтобы Он Мне Никого Не Дай Бог Не Сбил Ну и Плюс У меня Преимуще По Персонажам Поэтому Я могу Ходить После Него Все Будет Абсолютно Нормально Молния Специально Взята Против Конников Против Ланда Ну и Собственно Вот так Партия За Голд Один Была Выиграна Боже Моя Как я Потела Это Было Просто Нереально И Вот Примерно Так В среднем Прошли Мои Прошлые Выходные В Апексе Надеюсь Вам С вами Был Ани Рель И на этом Наверное Всем пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...